чего такого наговорить хочется так чтобы люди посмотрели его красиво было понравилось зашло им так вот друзья добро пожаловать на наш канал и и и и и и Ну что ж, друзья, приветствую вас сегодня опять в этом дивном месте под названием Лунная Поляна. Мы неспроста приехали на эту площадку, потому что с этого места нам будет удобно отправиться в две локации, которые находятся на рубеже, так сказать, двух муниципальных образований. Это город Туапсе, который справа от меня, и город Сочи. В Туапсе мы отправимся на скалу Киселева, на которую я очень давно уже хотел побывать. Посмотрим, что она из себя представляет и каким величеством она обладает. В сторону Сочи мы отправимся на водопады Наджига. Не был там ни разу еще, сам не знаю, что она из себя представляет. Я думаю, наверное, будет довольно-таки интересным местом. Хочу опять повториться по поводу базы Лунной Поляна. Это наша самая любимая база. Видео прикреплю сейчас здесь с обзором данной базы. Приезжайте сюда, говорите, что приехали от нас, и, может быть, вам повезет и вам сделают от нас скидку. Что же, так, друзья, наконец-таки мы добирались до этого практически места. Итак, чтобы попасть на скалу Киселева, нам необходимо приехать вот оттуда, сверху, и поставить примерно, наверное, здесь, потому что, ну, как-то душевый, может быть, какие-то есть там движения. Остановка, если вы двигаетесь на общественном транспорте, называется кемпинг. То есть, ну, как бы, все логично, все просто. Сейчас мы будем по грязище преодолевать этот километровый маршрут. Вот отсюда, до самой скалы, у нас расстояние, карта пишет, 1 километр. Вот. Чуть собаки меня не съели, нервничали. Что ж, отправляемся в путь, смотрим, что за маршрут, как идти, будут все какие-то там повороты, если указатели. Я буду вам все это сейчас показывать. Опять же, навигатор показывает, 16 минут хода, 1,1 километр пока что вниз, соответственно, мы будем идти вверх. Что ж, буквально 3 минутки хода, вот мы пришли сверху, дорога пошла направо-вниз, мы отправляемся прямо в лес. Надеюсь, что эта дорога приведет нас непосредственно туда, куда нам надо, и нас не съедят никакие там бабайки, голодные медведи, волки, не знаю кто. Я, конечно, утрирую, по-моему, места реально уже начинают быть прикольными, иду по карте, по навигатору, так что, я думаю, мы не забудем все. Так, друзья, еще какие-то. И мы попадаем на территорию кемпинга «Скала Киселёна», то есть летом здесь можно будет приехать на машине, поставить палатку. Место прикольное, лес, конечно, но самый главный бонус того, что вы получите, отдыхая в этом месте, это вид, вид на наше прекрасное Черное море, вот такая вот красотища будет у вас. Вот представьте, в утром палатке просыпаетесь, и вот такое вот море, нескончаемое море. Так, после кемпинга тропа начинает уже сразу же резко углубляться вниз. Идем, не знаю, по каким-то неизведанным, для меня, по крайней мере, дорожкам. Сейчас попытаемся найти точку, где можно будет подойти прямо над обрывом, кстати, посмотреть вниз. Почему мы хочу найти эту точку? Высота скалы Киселёва порядка 49 метров, то есть полтинничек. По-моему, неплохо, да? Я думаю, вид должен быть душесчипательный и захватывающий. Так, ищем, продолжаем, промыщем, ищем. Кто, кто знает, где это место? Подскажи мне, где это место с сумасшедшим видом? А я-то откуда знаю? Она не знает. Жалко, а я вот уже к нему подхожу, видимо, посмотрите. У-у-у, подойдем поближе. Так, чтобы попасть к одному из пляжей, который находится, если спиной к морю, лицом к скале, с левой стороны от скалы Киселёва попасть, надо будет спуститься по вот такой вот чудо-тропе. Там даже канаты натянуты, чтобы можно было относительно безопасно спускаться. Но мы туда не идем. Наша задача попасть на самый верх, на смотровую точку. Побежали дальше туда. Опять же повторюсь, как и всегда я говорю, обувайте удобную обувь, спортивную. Желательно не буксующую, потому что будут вот такие тропы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж такое, подставил ты вот здесь на этой полянке палатку, такой утром просыпаешься, пузо почесал, хоп в ту сторону посмотрел, бомбовид. Такой думаешь, блин, мангал, шмангал, сейчас замучу. Пойду еще повосхищаюсь немножко видом. Такой делаешь. Ла-ла-ла-ла-ла. Буквально три шага проходишь. Такой хоба. И тут идея моя. Ого-го-го. Ого-го. Друзья, это крайне опасно, но оно того стоит. Это что за место? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...